Природа сейчас испытывает на прочности тех, кто страдает сезонной аллергией. И по словам ученых, этот непростой для миллионов людей сезон в нашей стране стартовал в этом году раньше обычного из-за теплой погоды. К тому же содержание пыльцы в воздухе рекордное. Но наука в изучении этой напасти не стоит на месте. Наталья Семенихина продолжит. Этот прибор всегда держит нос по ветру и ловит все, чем мы дышим. А потом под микроскопом биологов появляются вот такие картины. Розовым – аллергенная пыльца деревьев. Альха напылила в апреле на рекорд в истории наблюдений. А на очереди береза. Пика ждут к майским праздникам. Территория, занятая березовыми насаждениями, настолько огромная, что период пыления березы растянут на несколько недель. За счет того, что к нам прилетает чужая береза, она тоже делает вклад в аллергенную обстановку. У Анфисы своя история наблюдений. Не першит горло, заложен нос, кружится голова, значит, началось. Стероиды, спреи, капли. По рекомендации врачей, все это родители не раз покупали дочери. В этом году решили пока без лекарств. Попробовать маску и еще одну аптечную новинку. Вот они такие маленькие резиновые фильтрики. Их смачиваешь, ребенок их засовывает в нос, и они не пропускают ни пыльцу растений, ни пыль дорожную, уличную. Минимизировать контакт с аллергеном важно, говорят врачи, но это лишь одна из мер борьбы с поленозом. Сезонной аллергией, болезнью века и его загадкой. Почему организм воспринимает как врага безобидную, казалось бы, пыльцу и поднимает на защиту антитела со всеми неприятными для нас последствиями? Тут теории масса. От глобального потепления до образа жизни. И стрессы как причину со счетов теперь не сбрасывают. Болезнь может проявиться вдруг, в любом возрасте и без наследственных предпосылок. Конечно же, это не основная причина, но абсолютно доказанный факт, что стресс влияет на клетки, которые участвуют в аллергическом воспалении, приводят к их активации. И раз проявившись, аллергия сама не пройдет. Будет накручивать спираль осложнений. Но чтобы лечить, врачи уверяют, лечится, нужно найти причину. Для начала, если нет обострения, пройти кожные пробы. Даже если у вас нет аллергии, париктест дает возможность почувствовать, так сказать, все прелести этой болезни. Ближайшие 20 минут руки мои будут зудеть, потому что на мне сейчас находится 15 аллергенов. Они, разумеется, раздражают кожу. Ну что ж, придется потерпеть. В числе этих 15 аллергенов домашняя пыль и шерсть животных. Пыльца деревьев из лаковых, но это, так сказать, букеты. В каталогах ученых под тысячу точечных раздражителей. Этот прибор позволяет выявить почти 400. Через анализ крови, который можно сдать в любое время. А потом обнаруженный аллерген станет лекарством. Его будут вводить в микродозах, чтобы организм привык. Всеволод надеется, что и ему подберут персональную вакцину. Из-за стресса, из-за физических нагрузок, периодически бывают приступы удушья, и их приходится снимать ингалятором. К сожалению, иначе теперь я не живу. При всем выборе антигистаминных средств в аптеках врачи категорически против самолечения. Мало знать, что препараты второго поколения не вызывают сонливости и не мешают, к примеру, водить машину. Важно знать, какие таблетки подходят лично вам, чтобы кашель и насморк не обросли серьезными последствиями. У многих пациентов потом могут добавляться и осматические проявления, и перекрестная пищевая аллергия, когда многие, например, наши пациенты не могут употреблять определенные продукты со всеми последствиями вплоть до отеков квинки. Перекрестная аллергия за счет близкого сходства на уровне молекул. Пыльцы, к примеру, березы с яблоком, вишней, черешней, а полыни с цитрусовыми и медом. На уровень молекул ученые хотят вывести и самолечение аллергии, а пока к лекарствам добавляют простые правила. Влажная уборка, душ после улицы, стирка вещей, в которых гуляли. И одно радикальное средство – уехать в отпуск. Туда, где отсвели уже давно ваши аллергены. Наталья Семенихина, Олег Крупен, Дарья Рыбакова, Виталий Аниканов, Первый канал.